Субтитры создавал DimaTorzok Днем Ангела, дорогие именинники! Сегодня 21 января, а значит, два дня назад по всем церквам Православной Церкви освящалась вода, так называемая Великая Агиазма, Великая Святыня. Вода этого дня не портится годами. Она дарует пьющим ее и мажущимся ею, и кропящим ею жилища свои, и благословение, исцеление, помощь Божию. Она в энные времена заменяла собой причастие людям, отлученным от причащения, или же немогущим причаститься в силу разных причин. Так же, как мы с вами два дня назад освящали эту воду, потом почерпали ее, брали ее, также освящали водосвять эту Великую Агиазму. Служили в городе Юрьеве, тогдашнем, нынешнем Тарту, в 1472 году. Там служил священник Исидор, протеерей Никольской Церкви города Юрьева. И с ним было 72 прихожанина. Вот о них наша речь сегодня, потому что они в те богоявленские дни стали мучениками за Христа. Дело в том, что окрестности Юрьева, Тарту, вообще Ливония, это пограничные области между Чухной, Русью, ливонцами, немцами. И там сталкивались разные интересы, политические, церковные, католики, православные спорили между собой за эти земли и за истинность своей веры. Часто бывает так, что религиозные разговоры перерастают в поножовщину, в издевательство, в пытки, в мучения. Получилось так и здесь. Ливонские рыцари схватили Исидора, и его прихожан в праздник Богоявления, заточили их в тюрьму и требовали перехода в католицизм. У католиков до последнего времени, не знаю, сегодня как вообще, выветвилась ли из них эта болезнь, а до недавнего времени у них была такая твердая установка, что всякий христианин, не католик, не может спастись. Нужно его или добром через слово, или злом через силу привести в единство с римским престолом. Этой преступной экклезиологии были посвящены и крестовые походы, и военные разные операции, и много разной деятельности, и подпольной, и явной. Вот и эти люди стали заложниками этой преступной и ложной экклезиологии. Священнику и пастве сказали, что нужно принимать католицизм, а иначе терпеть смерть, причем смерть лютую. И священники паства согласились оставаться при своей вере, что бы дальше ни было. И Сидор причастил людей, находившихся с ним в заточении, с запасными дарами, и на следующий день их вывели на реку, где они недавно освещали воду, и под лед их всех пустили, то есть утопили их. Тогда по весне лед сошел, тела этих мучеников числом 73 вместе с пастырем нашли вверху по течению, лежащими ровненько в рядах, рядом под деревьями на берегу, причем каждый из них был в той одежде, в которой утонул, в которой его погубили. Священник же был в полном своем иерейском облачении. Эти мощи были перенесены торжественно в храм, положены в святыни, и стали почитаться между христианами той северной земли, как мученики, пострадавшие за православную веру. Интересно, что имя Исидор, а мы про него уже говорили несколько раз в наших передачах, это христианизованное имя, произошедшее от имени языческой богини, Исиды, это богиня плодородия, деторождение, богиня весны у разных семитских народов. И вот это имя, трансформировавшись, осветившись, преобразившись, вошло в христианский календарь, и его носили многие люди обоих полов, христиане, святые, и подарили нам его уже преображенным и освященным. Таким образом, мы сегодня празднуем память священномученика, пресвитера, который не один пришел к Богу, но с паствой. Это очень важно, потому что священник никогда не бывает один священник. За его спиной должна быть паства. Придя к Богу, он должен сказать, вот я, отче, и дети, которых ты мне дал. И Исидор так и сделал. Он пришел ко Христу с паствой числом 72 прихожанина. Все они святые, все они мученики. Кроме Исидора, мы сегодня празднуем память Георгия, Эмилиана, Домники, Василисы, Ильи и Марионилы. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин